Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу провести экскурсию, такой осенний обзор всей своей коллекции. Постараюсь не затягивать видео, сделать его максимально коротким. И какие главные события у меня в цветочном мире, в моей оранжерее происходят, тоже вам постараюсь показать. Если вам понравится, ставьте лайки, подписывайтесь и приятного просмотра! Так, те, кто со мной уже давно на канале, знают, что по традиции таких обзоров я начинаю с флорариума. Вот он, мой красавец! В общем, смотрите, пожалуйста, целый плейлист, посвященный моему флорариуму. Там больше информации, чем вы можете получить от меня в комментариях. И плюс, у меня не всегда есть время ответить на каждый. Надо будет записать видео, кстати, на эту тему. В общем-то, изменения во флорариуме. Что-то опять я отсюда попонимал. А, пересадил все свои драгоценные орхидеи. Посмотрите, как они сейчас вот кучненько смотрятся. Вот такие вот пушистики, супер! И вот собрались тут вот эти цвести. Вот я не знаю, кто выращивает драгоценные орхидеи. Как вы считаете, можно ли удалить цветоносы, чтобы оно было более пушистым? Что-то вот у меня прям рука чешется. Так, дальше, что у меня здесь? Вон цветет фитония. Кто не видел, как цветут фитонии, вот у них такие маленькие початок. И из початка вылезают вот такие вот маленькие цветочки. Вот так вот цветут фитонии. Ну, иногда я даже пропускаю. Они там живут своей жизнью, и все у них замечательно. Так, что тут еще у меня интересного? Так и все, с последнего ролика, наверное, и все. А вот у этого феодендрона Парадайзу Верда, кстати, появился росточек. Надеюсь, что варингантность нам передастся, не будет просто зеленым. И вот у этого феодендрона тоже я там, знаете, во мху раскопал, появились росточки, так что все будет жить. Ну и вот эти вот авоказии, они им тут кайфовы, им тут здорово. Вот это вот просто меня сношебательное, суперклассное. Ой, вот это тоже листик распустило, там корни она пустила по всему. В общем, кто, наверняка будут спрашивать. Растения у меня посажены здесь в горшок каждое индивидуально. Что-то стоит без поддона, что-то стоит в горшках. Даже в поддонах растения пускают корни через дренажные отверстия. И все равно вот тут вот на дне дренаж и вода, которая капает сверху, конденсат от увлажнителя, она тут скапливается, то есть как бы на дне тут такая влажность. Вот, ну, это так коротко про флорариум. Вот, буду снимать видео, как буду сажать агланему, потому что я вам показывал, тоже есть ролик, как я ее режу. Вот они, корни уже у нас появились. Вторая стоит в глубине, ну, думаю, что та зеленая. В общем, это видовая, ложнопрецветниковая, по-моему, так называется. Агланема. Так, вот это вот бегония медная стояла у меня вот под этим стеллажом, но ей тут было очень ярко. И листья, я заметил, начали портиться. Вот, переставил ее в другое место, более так подальше от такого яркого освещения. Смотрю, наблюдаю. Здесь у меня висят папоротники. Вот, вот этот вот у меня начал тоже расти после того, как я его чуть ли не сжег. Здесь у меня такая авария была. Так, дальше вот у меня вот этот, не антуриум, а ленирог его называют. В общем, супер классный. Его еще сажают на блоки. В общем, неприхотливый папоротник, хорошо растет. Алаказии. Алаказия. Найроби Найт. Лист огромнейший, просто лопухи. И вот это вот. Нобелес. Видовая аваказия. Очень красивая. Так, дальше хочу показать вам свой. Вот этот вот новый листик у меня вырастил. Это антуриум хрустальный, видовой. Очень красивый, молодой. И у него там даже маленькая детка появилась. Просто супер. Такой классный антуриум. Мне очень неприхотливый пост. В полном от него восторге. Так. Это который супер яркий стеллаж у меня. Поэтому здесь я особо показывать не буду, потому что по алаказиям я уже все показывал. А по сингониумам видео у меня в ближайшее время предвидится. Так. Вот это вот колотея. У меня тоже вроде бы хорошо-хорошо росла. Но что-то вот листик начал... Какие листья начали так немножко портиться. Вроде бы сначала все было хорошо. Вот. Ну, надо посмотреть, в общем-то, либо чем-то обработать ее, либо... В общем, земли подсыпал и чуть-чуть удобрил. Смотрю, наблюдаю. Так, внизу у меня здесь, ну, эти вот бегонии макулата и бегония альбопикта. Это кейн бегонии. В общем-то, они так безобразно у меня выглядят. Надо ими, в общем-то, тоже заняться, омолодить, расчеренковать. И чтобы это все более-менее культурно выглядело. Вот этот мне филадендрон очень нравится. Хорошо растет. Горшочек у него маленький. И лист, он прям пускает один за другим. Я тоже в полном от него вообще в восторге. Так, здесь у меня антуриум еще стоит. Антуриум белыми цветами, он цветет. Но они такие, знаете, некрупные. В общем, маленькие достаточно листья. Так, здесь у меня внизу расположилась маранта. Бело-желковая такая. Он тоже такой вкус пушистый. Но горшок у нее такой плосковатый. Поэтому не нужны такие, знаете, глубокие горшки. Им лучше хорошо расти. В природе же они растут так по земле, стелятся ковром. Они не растут деревом вверх, а вот именно стелятся по земле. И им не нужны такие высокие, какие-то громоздкие горшки. Вот, учтите это при выборе. Здесь у меня еще агланема тоже какая-то такая видовая стоит. Ну, она просто зеленая. Кстати, цветет она бесперебойно. Просто вот цветок с цветком. Вот у нее в грозде этих цветов. И даже там какие-то плоды были. Ну, в общем, по-моему, я это все уже удалил. Так, здесь у меня стоит вечно цветущий антуриум. Цветет с шапками. Ой, цветет с шапками. Ну, не с шапками, конечно, цветет. Но, что мне нравится в антуриумах таких, у них очень долго держатся цветы. Кроме того, есть сорта, которые даже со временем, там через сколько? Через месяц, через два, через три, вот это покрывало начинает зеленеть. И оно как бы берет на себя функции листовой пластины и тоже начинает у него процессы фотосинтеза. Вот такая вот интересная история. Вот такой вот пушистый горшочек, небольшой. Видите, какой пушистый. Там, по-моему, у меня три ствола, уже таких длинненьких достаточно. Вот. Листья скидывает, но очень-очень редко. Поливаю его с просушкой. Обязательно антуриумы любят просушку. Так, здесь у меня располагается эта марниера. Это просто моя гордость. Я ее обожаю. Не цвела ни разу. Горшок маленький. Как-то отставил ее подальше от окна, но увидел, что некоторые ветки начали портиться. То есть ей вот нужен свет. Я ее верну обратно к окну. Думаю, хрен с тобой виси. Ладно, пусть что будет. Поэтому, не знаю, жду цветения. Пока не пересаживаю. Ничем не удобряю. В общем-то, ветки вот за этот сезон, вот опять вот это вот молодые ветки. В общем, она еще продолжает расти. Несмотря на то, что я несколько веток с нее срезал, она вполне себе нарастила новые и поняла, что мне и так хорошо. Так, здесь у меня растут эти самые, как же их, орхидеи. Орхидеи. Это вот эта вот орхидея из Таиланда. Что я вам хочу сказать? Какие-то они такие медленные вот эти. Одна, кстати, у меня умерла орхидея, но я про нее рассказывал уже в обзоре. Такая оранжевыми цветами свела. Вот мне ее прям больше всех жалко. Но вот эти вот, они как бы, хоть мне и писали в комментариях, что они такие неприхотливые, но растут крайне медленно и вообще непонятно. В общем, вот по фаленопсисам я хотя бы могу понимать. Вот это тут у меня фаленопсис вообще без грунта. Растет корни в разные стороны. И вот ему даже без грунта понравилось больше, чем в грунте. Красавица. Здесь у меня листики к ваксине, которые я получал в этом году. Новые сорта, кстати, видео у меня тоже есть на канале. Очень красивые, интересные. Будем с вами смотреть цветение в прошлом, в следующем году уже вместе. Так, это тоже моя гордость. Это, я забыл, как называется. В общем, в простонародье синоним, да, называется это обезьяний хвост. Вот такой кактус. Он такой прикольный. И вот он дал одну маленькую деточку за сезон. То есть, здесь посажено 4 семечка. Сначала были они отдельно, а потом я их посадил вместе. Растет, скажем, не очень быстро. По-моему, вот 2 года вот этому, что вы видите. Ну, вот как-то так. Семена покупал на одном из магазинов, которые именно специализируются по семенам кактуса. То есть, там у них большой ассортимент. Им как-то они продают. Можно там одно семечко, если дорогой сорт, или 5. Ну, вот в общем, как-то так. И не всегда все бывает в наличии. Но, по-моему, вот купить не проблема. То есть, достаточно семена. Может, продают часто. Так, здесь у меня аллоказии. Это ретикулата. Смотрите, какие красивые листья. Это регалшилд. Лист весь переливается. Так, здесь у меня тоже темный лес. Аллоказия. Аллоказия. Аллоказия межкольца. Грин вильвит. Зеленый бархат. Потрясающая аллоказия. Я помню, знаете, я помню, когда я только увидел фотографию этого растения. Это было, я не знаю, наверное, лет 6 назад. Она мне приснилась. И я обыскал весь интернет. Я перезнакомился с кучей. Очень много. С многими коллекционерами. Понимаете? И я все-таки купил, нашел вот эту вот красавицу. Просто обожаю эту аллоказию. И есть вот такая ее разновидность. Аллоказия в регате тоже. Межкольца в регате. Вот у нее вот такие вот узоры на листьях. Так. Там вот у меня стоят два новых. Покупал, по-моему, четыре в этом году новых эпифилума. Куда не знаю ставить. Пока еще. Это большой секрет. Так. Ну, в общем, очень красивый. Поверьте. Сейчас я там не полезу их доставать. В общем. А, просили показать, как проживает Хоя. Ждали там. У меня девочка написала. Я, говорит, ждала. Ты не показал. В общем, смотрите. Она у меня отсушила кое-какие ветки, которые были длинными. Ну, это же голландское растение. Все верно. Пересаживать я ее не стал. Но сушил, сушил, сушил. И поливал вот прям по капельке. Совсем чуть-чуть. И она вот у меня вот не так давно только начала. Вот. Вот видите, молодые свежие зеленые листики. Ну, в общем, растение тоже живо, здорово, невредимо. Так что не переживайте. Вот такая новиночка у меня. Это пегония декоративно-листная. Катуша очень красивая. Так, здесь у меня циперусы стоят. Так, вот циперус варигантный. Кстати, помните, циперус мы с вами лечили. Он так обролос пушистой шапкой. Постоял какое-то время. Вроде бы как здоровый. А потом опять покрылся этими пятнами. Я, в общем, посчитал, сколько я денег на него потратил. И решил его просто отнести на помойку. Поставил его там. Не знаю, может кто-то его взял. Но мне больше этим растением заниматься было неохота. Мягко говоря. Бывают такие моменты, когда что-то идет не так. В общем, лечил-лечил, не долечил. Слава Богу, на другие растения не передалось. Это циперус гаспан. В общем, я покупал его под таким названием. Потому что мне писали в комментариях, что у вас не гаспан. Как-то по-другому называется. Но в той же Википедии, по-моему, или еще на каком-то другом сайте, я смотрел, что пишут одно название и в скобочках другое. Я не знаю, какое точно. Поэтому я под каким названием купил, нашел, видел, читал такое название и говорю. Вот. У него зимой на молодых ветках, после того, как они отцветут. Цветы, я не знаю, сейчас, наверное, уже не показать. Ну, вот они вот на краешках здесь так цветут. Мусора в этот момент очень много. И потом начинают у него отрастать вот такие вот молоденькие веточки, которые я стараюсь отстригать. Потому что они как бы портят мне всю картину. Огромный пушистый куст. Он какой суперский. Мне очень нравится. И циперус папирус. Та самая вот эта вот видовой циперус, который огромных размеров достигает. Очень жаль, что я не могу ему дать солнышко, свежий воздух, какой-нибудь прудик. Но он у меня тоже вроде бы растет. Да, и вроде бы нормально. Ну, смотрите, сколько уже за сезон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь зонтиков. И там он еще один растет. Красота. Так, здесь у меня нефролепис между полок. Недавно вот, кстати, вот этот стеллаж я менял освещение. Сейчас немножечко тоже расскажу. И вот этот вот снимал. Он огромный. Я за него просто мог полностью спрятаться. То есть там плети идут на стеллажи. Туда-сюда. Сзади очень много плетей. В общем, очень огромного размера. Очень огромного. Вот так на стеллаже. Вот у меня сохнут, сохнут, стоят, сохнут, да, глаксини. Готовлю их к зимовке вот таким вот образом. Потому что спрашивали, как, что. Просто вот они отсвели, там постояли где-то. И чтобы места особо не занимать, я их вот на стеллажи сверху ставлю. Вот хочу тоже освещение как-нибудь сделать над стеллажами, чтобы там какие-то крупные экземпляры растений, которые редко нужно поливать, туда тоже ставить. Потому что места вот там много пропадает. Можно его тоже каким-то образом задействовать. Буду со стремянкой лазить, ну а что делать? Так, здесь про новое освещение пока не понял. Растение вроде бы чувствует себя неплохо. Вот молоденький этот самый, как его? Фиводендрон. Так, ну и все. Вот, посмотрите, цветочки. А так они розовые. Вот так, на камере белые. Это бегония, которая микросперма вот с этими. Цветет бесперебойно. Вон они, куча желтых цветов. Надо здесь будет порядок. Я иногда все растения снимаю с полки. Когда есть время, позволяет, когда ничем не занят. Снимаю все растения, протираю полку. Выбираю все эти отсветшие цветы, которые валяются хаотично. Так, здесь у меня полка с фаленопсисами. Так, в общем, что тут показать-то? Вот молодые листья. Вот оно, прям видно, зеленый, сочный лист. Так, вот эта вот красота тоже у меня здесь хорошо. Пушистенько хорошо растет. Так, ну здесь хотя бы теперь можно будет посмотреть на цветение фаленопсисов под этим освещением. Так, здесь у меня полка получается полностью с боксами. Там стоят детки бегонии, размножаются у меня. Еще там всякая мелочь. Здесь у меня драгоценные орхидеи тоже. И вот один филадендрончик у меня вот там вот стоит. Лист, которого я нещадно прижал боксом. Так, здесь у меня и песцы. И песцы Диффенбахи, которые я получал в этом сезоне. И филадендрон, который я, представляете, хотел выбросить. Потому что он у меня не рос. Мне вот дали, сейчас скажем, такие вот листья у него были. Это вот прям самые-самые красивые. Я вам показываю, какой я приобрел. И он у меня вообще не рос. Я ему говорю, все, пересаживаю последний раз. Не будешь расти, конечно, помог. И он как начал, так и красивые листья выдавать. Просто обалденские. Так, просили видео по оксалисам. У меня их три, по-моему, четыре. Ну, может, от силы пять растений разных. И, ну, как бы я не вижу смысла снимать. Ну, в основном мне очень нравятся резомные оксалисы. Здесь затесалась краснолистная. Большой куст я продал. Блин, надо было себе оставить. Потому что он тоже очень красиво, эффектно смотрелся. Вот. Ну, как бы вообще неприхотливые растения. Естественно, что от них только очень много мусора. Вот эти вот листики, цветочки, которые отсыхают. Ну, такие сорные растения, я считаю, не знаю как. Ну, совершенно неприхотливые. Что про них рассказывать? Им дайте свет, грунт и полив. И все, и они расти будут прекрасно. Так, здесь у меня филодендрон. Филодендрон бородавчатый. Красавчик. Большой, старый, огромный куст. Стоит между стеллажей. Вот они, молодые листики у него, какие красивые. Вот разворачиваются. Это вот старый, уже желтеет. Когда отжелтит, совсем тогда у него, смотрите, как переливаются красивые листья. Обожаю этот филодендрон суперский. Так, здесь у меня еще один филодендрон, который я, кстати, вам не показывал в обзоре. Но он у меня тоже давно растет, уже очень давно растет. Это же филодендрон, да, я почему-то думал, что это сциндапсус или эпипремном. Но нет, это же филодендрон какой-то там. Вот у него такие вот узорчатые листья красивые. Это филодендрон, оказывается. А вот тут вообще он какие интересные. Он тоже стоит, он у меня давно уже так растет, оплел всю эту. Он длинные ветки пускает, поэтому... А вот у папорника вот эти вот волосы я постоянно обстригаю, потому что они имеют свойство залазить в чужие соседние горшки и пускать. И пускать там вот таких вот деток. Это вот отдельная уже история, как он может размножаться, видите? То есть тут где-то, вот она, точка роста, да. И да, вот таким вот образом он, негодник, размножается. Поэтому приходится вот эту всю историю. Я беру ножницами и делаю ему стрижку, чтобы это никуда не залезло. Так, дальше у меня... Идем дальше. Алаказия. Калатея. Бегоня такая улиточкой. А это моя гордость. Филодендрон. Узкорасеченный. Кстати, тоже мне делали замечание, что это элеганс, но не узкорасеченный. Та же самая история стоит название Филодендрон Элеганс в скобочках по латыни узкорасеченный. Поэтому, мне кажется, ему оба названия подходят. Поэтому мне как-то вот ближе узкорасеченный, потому что вот по форме листа, но таковым он и является. Так, дальше у меня Калатея. Феллин Кеннеди. Очень тяжело перенесла адаптацию, поэтому вроде начала расти, вот разворачивать новые листики. Поэтому все окей. Так, дальше у меня Агланема. Это ведро. Это я поливаю растения. Я поливаю, кстати, растения из ведра. Но я наливаю воды тепленькой, по необходимости добавляю удобрение, какое есть в наличии. И поливаю. Так, тут у меня еще один антуриум. Ну, ему тут света маловато, поэтому цветок вообще, по-моему, один, да? Ну да, один. Ну, ничего, переставить на более яркое и будет вообще весь цветок. Так, здесь у меня черенки Таберни Монтаны. Укореняю я их вот в воде. Пока вот она у меня сейчас без цветов стоит, я воспользовался такой. Так, что-то какие-то вот пятна, кстати, вот заметил. Ну ладно, ничего страшного. Я вот этим воспользовался и посрезал. Также у меня здесь стоят различные воздушные растения. Вот они, это тилансии. Они растут без горшков, без грунта. Вот иногда их тоже просто нужно как орхидеи купать. Тоже такие эпифитные растения. Очень интересные. Алаказия, черный бархат. Ну, все ее знают. Это старый сорт Голландии. Голландию нам составляют. И, собственно говоря, купить, приобрести вообще не проблема. Вот такая колотея тоже новинка этого года. Не показывал ее в обзоре, потому что приехала ко мне в ужасном состоянии. Мне даже, честно говоря, было стыдно ее показать. Но у нее, знаете, листья вот так вот были обрезаны. И клещик я на ней нашел. Но вот сейчас вот такие домашние листья у нас. Очень красивые. Так, дальше что? Калатея вот эта тоже. Доти, доти. Очень красивая. Обожаю ее. Вот зовут эту вот тайскую красавицу из Таиланда. Это не Голландия, это из Таиланда я привез. И при адаптации был лысый горшок. Ну, кто смотрит давно, они помнят. В одном из обзоров я тоже все это рассказывал и говорил, что привез пушистый куст. И когда он понял, что он попал в Санкт-Петербург, а не переехал, знаете, с одной улицы на другую в Таиланде, он решил вообще, знаете, так скинуть все листья. Так, здесь у меня арбифолия, арбия, арбинат, арбонат, карбонат, карбонар, не знаю, вообще, короче, калатея запутался вообще в названиях. Ну, красавица, уж приехал. Вот это один лист, который сердцевина сгнила, но дала две детки. Вот они, они растут. Вот, уже вот своих пять листьев. Да, может быть, не очень быстро, ну и я никуда не спешу. Мне тоже не нужна какая-то бешеная скорость роста. Так, здесь авоказия, варегата, варегантная. Тут вот, макрохиза. Так, тут у меня стоит вот эта вот замечательная бегония. Не помню название. В общем, ладно. Дальше у меня полка с таким, знаете, синим светом, поэтому вот сейчас я вам так вкратце расскажу. Там у меня маранта стоит, триколор, самая обычная. Еще калатея и варшевич тоже хорошо растет. Ту-ту-ту-ту. Алаказия. Ну, в общем, так, по мелочи все. И мой огромный цепирус, который стоит в тазу с водой. Вот, все нормально. Таз, вода, все замечательно. Здесь у меня висят межстеллажи и мои любимые тилансии. С ней видны. Надо будет их тоже сегодня в тазики искупать. Так. И поехали с нижней полки. Алаказия. Алаказия. Бегония. Тоже Алаказия всякие разные. Калатея. Калатея. Мозаичная. С маленького череночка. Вот вырастил огромный такой пушистый кустик. Так. Здесь у меня тайский кодиум. У него, посмотрите, вот старые листья. Рост на прямом солнце в Таиланде. И вот у него, видите, такие красные, ярко-красные. И вот так вот закручивался. А на кончике вот такая вот интересная штучка. И, в общем, я даже не знаю, ну вот что это за сорт. Я не знаю, что это за сорт. Калатеума вообще даже представить не могу. В калатеуму группе мне предположили, там, по-моему, несколько сортов написали. Но как-то остановиться на чем-то одном непонятно. Так. Вот она стоит. Вечно цветущая фиалка. Фиалка у меня все меньше и меньше. Осталось уже две. Просто их тоже нужно периодически вот это вот все убирать. В общем, настолько это все мусорно. Мне вот это вот... Так. Здесь у меня, смотрите, такой молодой лист. Слушайте, он в жизни еще ярче. Чем вот камера передает. Сейчас я... Дантон. Принц Оранж. Красавец. Смотрите, какой яркий лист. Уже свои два домашних листа. Вот. Уже такой крупненький, хороший. Красавец. Так. Здесь у меня детский сад из Пеппероми. Я их недавно пересадил. Так. Здесь у меня цветут глоксинии. Не знаю, покажет, не покажет. Вот такая белая с черным горошком. Не буду вынимать, чтобы не теребить. Так. Ну и вот в этой комнате вот так вот все это выглядит. Комната 18 квадратных метров. Предоставлена полностью под растения. И сейчас я вам покажу, какие растения находятся в другой комнате. Мы с вами в другой комнате. Здесь у меня расположена стойка вот такая вот. И на ней, значит, драцена. Какой-то цитрусовый. Хворофит у меня здесь вот такой вот обычный. В комментариях кто-то обиделся. Почему же вы назвали его непредставляющим ценностей растения? Я ни в коем случае не хотел никого обидеться. Конечно же, он представляет любое растение. В мире, я считаю, животное представляет ту или иную ценность. Но для меня оно не представляет ценности как для коллекции. То есть, если нужно будет избавляться от каких-то растений, я от него как бы избавлюсь без проблем, потому что знаю, что я его смогу приобрести без проблем, потому что он очень широко распространен. Вот в этом плане. Просто есть какие-то редкие коллекционные виды растения, а есть вот именно широко распространенные. Вот он относится именно к таким. А здесь окошко то самое, которое я мыл. Цветет клиродендрум. Видите, у него цветение продолжается с весны до поздней осени. И вот у него уже вот эти вот в основном все красные. Это уже последняя стадия цветения, когда сначала вот появляется такой беленький бутончик. Из него вылазит вот такой красный цветочек. Потом цветочек отваливается, он начинает с сиреневым, становится красным-красным, фиолетовым таким. А вот уже внутри ягодки. Не знаю, там это семена или не семена. В общем, мне как-то это все... Когда начинает все это темнеть, я все это срезаю. И все. И мы ждем вновь весну. Горшок у меня для него маленький. Этой весной я, когда мыл окно, я немножечко грунт вынул из этого горшка. И земляной ком от старого грунта освободил. Чуть-чуть совсем, ну, сантиметр-полтора максимум. И подсыпал свежего. Все. Удобряю для цветущих растений. Нет у меня специальных для него удобрений. Никаких стрижек я ему не делаю. Он у меня предоставлен сам себе. Единственное, что я делаю, это я ему даю направление для роста. То есть он у меня не просто где попало, как хочет, куда хочет. А нет, я вот ветки вижу, я их привязываю. И они у меня начинают таким вот образом ветвиться. Очень красиво смотрится. Никакие шторки, в принципе, не нужны. Просто супер. Так, бананчик. Пушистый, красивый. Ой, сейчас сниму, покажу. Так, миниатюрный сорт банана. Смотрите, как прекрасно он выглядит. К сожалению, пока не деткуется. Растению уже, по-моему, два года. Вот, ну, не знаю, что нам ждать. Время покажет. Так, дальше. Ну, тиванси, собственно говоря. Везде у меня они уже висят. Это та самая таберни-монтана, которая у меня цвела бесперерывно. Я ее поставил чуть подальше от света. И все, она цвести перестала через месяц. Видно, вот для цветения обязательно нужен свет. Вот, ну, вот сейчас я ее поставил обратно на окно. И уже вот на кое-каких веточках я увидел, проклюнулись бутоны. Так, спрашивали у меня, как поживает папоротник, который я получал тогда. Так, это вот этот вот. Вот, пожалуйста. Вот начинает обрастать медленно, но обрастает папоротник, собственно говоря, не самые быстрые растения. Я никуда не спешу тоже, поэтому пусть себе растет, не спешит. Вот, дождемся. Так, эпифилумы. Эпифилумы. Про эпифилумы как-нибудь надо прямо вот подготовиться и снять подробный видеоролик, видеоотчет. Смотрите, вот этот вот. Там у него еще, вон, вот он, посмотрите. Сейчас я покажу вам. Так, сейчас я с другой стороны подвезу. Смотрите. Поднимай руку. Это еще один бутон. Вот сегодня он раскроется. Там он цветет у меня. Очень много на нем было цветов в этом году. Завязей всего две. Вот одна уже старая такая красная ягода. И вот она еще одна. Вот недавно он тоже отцвел, завязал еще одну ягоду. Просто цветет без остановки. Иногда вот я даже не вижу. Я уже прихожу, они уже там где-нибудь валяются здесь. Так, и Эпипремум золотистый стендапсус. Самый-самый распространенный. Он у меня здесь плетется по такой длинной опоре. Надо будет его еще, вот, ветки отросли. Надо будет их более так, покомпактно скручивать. Все, а теперь перейдем быстренько на кухню. Так, мои дорогие, мы находимся на кухне. На кухне, вот, на одном из холодильников у меня стоит замиакулькас. Он огромных лошадиных размеров. Поливаю очень редко. И вот это вот растение, которое, знаете, если вы забываете полить, берите, прям вот не думаю. Вот, а если любите поливать, то, не знаю, берите тоже. Но поливайте аккуратно. Так, наверху у меня висят вот такие вот ампельные растения. Это, вот, начнем вот отсюда. Это хинопсис монолизы из гисниривых. Это очиток Моргана. Ему света маловато. Он немножечко такой вытянутый. Но, тем не менее, мне он очень нравится. Здесь у меня растет крестовник Роули. Такой его еще называют. Вот, жемчужная нить, по-моему, как-то так его называют. Но очень мне нравится. Надо будет тоже перевешивать в зимний период в сторону, нести к стеважам. Потому что света тут у меня ни до светки, ни под светки нету. А зимой света практически не бывает. Здесь у меня традискансы, кстати, которые покупались с маленькими листочками, но выросла обычно зебрина, лошадина. Дальше у меня зефирантис. А потом, что это? Традискансы. Две разных. Белая и триколор с маленьким листочком. А внизу у меня продолжается цветение глаксиний. Это первогодка. Глаксиния кукушка. Очень красивая. Почему так? Ну, ладно. Так, здесь у меня кактусы. Кактусы из семян. Так, парочка суккулентов. Суккуленты, которые у меня есть, это я не покупал в магазине, а вырастил полностью с одного листочка. У меня как-то была их большая коллекция, но один раз они у меня все упали. Я взял все и оставил по одному. И самые такие вот ценные, самые некрасивые. А все остальное вот прям вот поломалось, переломалось, и я нещадно выбросил. Бывает, когда много растений. Так, отцветает этот самый уже все. Пора выбрасывать, отцветает. Это тоже очень красивый сорт. Называется морской конек. Так, это тоже очень красивая глаксиния. Цвет ярче, чем камера передает. Так, здесь тоже. Вон какая красивая. Супер. Ну, в общем-то говоря, здесь из событий такое. Ну, уже можно сказать, что смотрели не один раз. Ну, все. На этом весь мой обзор закончен. Надеюсь, вам понравилось. Было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь. И пока-пока.